Здравствуйте, драгоценные! Ну вот я и в Донецке. Хорошо доехал, хорошо спал, хорошие попутчики были. Все замечательно, на улице светит солнце и потеплее, чем на прошлой неделе. А сегодня мне хотелось бы с вами порассуждать над одним отрывком, который написал апостол Петр в своем первом послании, первой главе, пятнадцатом стихе. И он там пишет, говорит о том, что по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках. На самом деле, очень важно, знаете, чтобы мы с вами возрастали по примеру. Вы знаете, дети не зря должны воспитываться в семье, они не должны воспитываться в интернате, детском доме, каким бы хорошим он ни был. Почему? Потому что им нужен пример. Дети воспитываются не из того, что им говорят, а из того, что они видят. Поэтому им важен пример их родителей, то, с кем они живут, на кого они смотрят, кому они подражают. Вы знаете, мои дети, они подражают мне. И это вполне нормально. Это иногда выглядит смешно, потому что они делают и не понимают, что делают. Но это очень важно для них, потому что это формирует их мировоззрение. Точно так же и мы с вами. У нас есть пример. Пример святого. Пример Иисуса Христа. Вы знаете, есть такая формула, которая гласит так, как бы Иисус поступил на моем месте. Точно так же и мы должны с вами стремиться поступать. В этом и заключается святость, чтобы поступать так, как поступал Иисус. Петр говорит о том, чтобы мы были святы во всех поступках. Святость, понятно, что это состояние нашей души, это состояние нашего духа, это наше призвание быть святым. Бог сделал нас святым. Но нам нужно соответствовать тому званию, которым Бог нас называет. То есть поступать соответственно. Как в другой отрыве говорит, святой доосвящается еще праведный, да творит правду. То есть нам нужно действовать. И как же нам действовать? Ходить ли с такими, знаете, вытянутыми смешными лицами, одеться в какие-то странные одежды. Да нет, конечно. А поступать так, как поступал Иисус. Говорить так, как говорил Иисус. Знаете, быть бескомпромиссным к греху, так как был бескомпромиссен к нему Христос. С другой стороны, быть милосердным к людям, как был милосерденный Иисус. То есть изучайте Евангелие, смотрите на жизнь Иисуса и поступайте так же. И святость Божья да пребудет в вашей жизни. Пусть Бог благословит вас. Благословенного вам дня. Увидимся завтра с Господом.